Всем привет! Меня зовут Максим Олегович, и мы продолжаем готовиться к профильному ЕГЭ по математике 2018. Сегодня у нас вторая серия первого сезона по подготовке к 19 заданию. В прошлом видео я вкратце рассказал структуру задания, о том, какие баллы за нее дают, на что нужно обратить внимание в первую очередь при подготовке. Это на приведение конструкции примеров, которые очень часто бывают в первых пунктах этого задания. Ну и мы разобрали с вами задание 2017 года резервного дня. Сегодня мы продолжим разбираться с другой задачей, тоже с 2017 года, но с основной волны. Еще раз напомню, в чем концепция подготовки к 19 заданию. Так как был ряд комментариев под первой серией подготовки к 19 заданию, что задача, значит, 19, которую мы разобрали, была слишком простой, и совершенно очевидно, ее можно было решить и получить за нее все баллы на ЕГЭ. Теперь, значит, еще раз, у меня нет цели записать как можно больше видео просто с разбором 19 заданий. Моя задача людей, которые не умеют этого делать совершенно, и первый раз касается 19 задачи, научить правильному подходу, правильному мышлению в этих задачах, да? Правильно приводить конструкции и примеры, и понимать, подходит этот пример под что-то или не подходит, правильно логически рассуждать в этих задачах. И поверьте мне, если вы будете задачу из прошлого видео оформлять на ЕГЭ, то я очень сильно сомневаюсь, что все из вас оформят его правильно и получат полные баллы. Потому как, очень часто бывает, человек приносит скамы своих работ после ЕГЭ и говорит, ну вот смотрите, Максим Олегович, я решил всю 19, да, А, Б, В. Смотришь, действительно, там, пример в пункте А правильный, все, вопросов нет. И то бывает, человек даже не доказывает, что этот пример подходит, это уже плохо, да? В пункте во втором тоже каких-то слов недостаточно, какой-то факт пропущен, что-то не обоснован, ну и в пункте В и подавно. А там четко по критериям, если вы пропускаете какие-то шаги, какие-то важные логические выкладки, баллов вы за это не получите. И поэтому всему этому нужно учиться, даже если вам показалось сразу, что задача, на первый взгляд, какая-то простая, ну, естественно, если вы уже решали 19 задачи, там, десятки, сотни, тогда идите вперед, пожалуйста, тогда этот курс для вас сейчас не подходит. Обратитесь просто к задачам наперед, к более сложным с сайта школков.нет и решайте их. У нас курс запустился, и, естественно, через какое-то время мы будем решать более сложные задачи. Но основной принцип это от простого к сложному, да? Мы будем идти от простых задач к сложным, будем видеть все больше примеров, конструкций, тем самым мы научимся реально самостоятельно решать и правильно писать решение к этим задачам. Вот в чем идея. Сегодня будем разбирать, как я и сказал, с основной волны 2017 года задачку про красные и зеленые числа. Не самая приятная задача. Вот. Давайте посмотрим на условия. Что у меня на ноутбуке, что у вас на доске. Смотрим. На доске написано 30 натуральных чисел. Какие-то из них красные, а какие-то зеленые, да? Ну, просто покрасили число. Какие-то красные, какие-то зеленые. Все красные числа кратны 8, да? А зеленые кратны 3. Что это значит? Это значит, что если мы любое красное число возьмем, оно обязано делиться на 8. Если возьмем любое зеленое число, написанное на доске, оно обязано делиться на 3. Все красные числа отличаются друг от друга, все зеленые числа также отличаются друг от друга. Что значит эта фраза? Это значит, что среди красных чисел, если мы будем рассматривать только красные, одинаковых нет. Да? То есть все числа различны. Красные. Также если мы рассмотрим только зеленые числа, то среди зеленых чисел тоже одинаковых нет. Все различны. Дальше. Специальное замечание в этой задаче очень важное. Очень важное замечание, с помощью которого будет решаться задача. Но между красными и зелеными числами могут быть одинаковые. То есть, если только красные смотреть, там все разные. Если только зеленые, там все разные. Но может быть одно зеленое, а одно красное, которые равны между собой. Вот. Понятно. Дальше. Ну и, соответственно, по порядку будем решать. Пункт А у нас. Может ли сумма всех чисел, записанных на доске, быть меньше, чем 1395? Еще одна расшифровка, что такое 1395. Это 3 плюс 6 и так далее. Плюс 9, плюс 12. То есть, если сложить подряд идущие числа, делящиеся на 3. До 90, то как раз получится 1395. Так вот, может ли сумма всех чисел, записанных на доске, быть меньше, чем 1395? Если на доске написаны только кратные трем числа. Вот. Пункт Б, пункт В не будут изучить. На доске вот есть условия, можете прочитать. Также условие задачи будет в описании видео. Сейчас разберем пункт А, потом, когда будем разбирать пункт Б и пункт В, я еще раз повторю условия и решили пункты Б и пункты В. Сейчас приступаем к пункту А. Собственно, вот я зарезюмировал вкратце условия, да? Что на доске у нас только кратные трем числа, всего 30 чисел. И вопрос такой, может ли сумма этих чисел быть меньше, чем вот это число? А это число равно вот такой сумме, да? 3 плюс 6 плюс 9 плюс 12 и так далее, это плюс 90. Вот. Ну и в чем здесь проблема? Почему это не самый приятный пункт А для задачи? Значит, многие сразу отвечают, нет, меньше быть не может и обосновывают это следующим. Значит, у нас в задаче сказано, что все зеленые числа кратны трем, да? То есть, если число зеленое, то отсюда следует, что оно делится на 3. Вот, да? А для многих эта фраза, вот логически у них ошибка, для многих эта фраза обозначает следующее. Что вот это и это одно и то же. Вот я сейчас записал, что из того, что число зеленое, да, поставил стрелку следующее, что число делится на 3. А многие считают, что это вот так. Эта стрелка обозначает, что эта штука верна в обе стороны. Что если число зеленое, то оно делится на 3. Что если число делится на 3, то оно зеленое. А это совершенно неверно, нам про это никто не говорил. И, соответственно, как люди рассуждают? Они говорят, ага, это одно и то же. На доске написано число только кратный трем. Значит, все эти числа зеленые на доске. Ну, а зеленые числа должны быть различными, да? И кратный трём. Смотрим. Это самое маленькое зеленое число, кратное трём. Это следующее за ним. Это следующее за ним. И вот мы выписали, мол, 30 различных, 30 различных зеленых чисел. Да? И эта сумма самая маленькая, потому что мы брали самые маленькие, различные зеленые числа. И она равна вот такому. И пишут, что нет, конечно, сумма меньше быть не может. Вот в этом была обманка этого пункта. Что многие сразу решили, что это одно и то же. Но это, конечно, не одно и то же. Мы эту стрелочку сотрем. Ну, то есть, я просто к тому, что будьте внимательны и читайте внимательно условия. Что из чего следует и что вам точно дано. А на новом год только то, что если число зеленое, то оно делится на три. Вот. Сейчас многие там, может быть, смотрят и думают, а почему это не одно и то же, да? Ну, давайте я вам приведу пример числа. Значит, почему в обратную сторону, это неверно. Смотрим. Я напишу красное число. И оно будет равно у меня двадцать четыре. Вот. Соответственно, у меня это число делится на три. И вот эта стрелка, то, что оно зеленое, неправда. То есть, факт, что если число делится на три, то оно зеленое, это неправда, потому что, вот, пожалуйста, число двадцать четыре. Оно делится на три? Делится. Но я его сделал красным. Почему я смог сделать его красным? Потому что, если у меня, ну, я просто захотел и сделал его красным. Но я должен, чтобы выполнялась некоторое условие. А условие, значит, какое про красные числа? Что если число красное, то оно делится на восемь. Двадцать четыре делится на восемь? Делится. Значит, имеет право быть красным. Соответственно, двадцать четыре красное. Но оно еще попутно делится на три, но не является зеленым. Вот, соответственно, я привел пример, когда число, которое делится на три, не является зеленым. Оно красное, но не является зеленым. Вот почему это, значит, неверно. Соответственно, как тогда мы с вами можем рассуждать? Собственно, я вот уже дал подсказку и привел в пример число двадцать четыре. В чем проблема у нас вот здесь? Мы понимаем, что это все числа, которые делятся на три, и это самые маленькие тридцать чисел, которые делятся на три. И чтобы уменьшить эту сумму, нам нужно уменьшить одно какое-то слагаемое. Мы с вами также поняли, что если все числа будут зеленые, то эту сумму уменьшить никак не получится, потому что все числа зеленые делятся на три, и они все различны. Вот, значит, мы должны сделать так, чтобы здесь были не только зеленые числа, а, например, какое-то красное число. Ну, давайте начнем писать с самого начала эти числа, будем присваивать им цвет, и попробуем сделать эту сумму меньше. Ну, поехали. Три. Три точно зеленое, да? Потому что три делится на три, и три не делится на восемь. А значит, он не может быть красным. Шесть. Аналогично. Не делится на восемь, не может быть красным. Девять. Двенадцать. Пятнадцать. Это все зеленые числа, потому что они не могут быть красными, потому что красные числа должны делиться на восемь. А эти на восемь не делятся. Восемнадцать. Двадцать один. И вот, значит, мы доходим до первого числа. Сейчас будет двадцать четыре, которые делятся на восемь. В этой сумме число двадцать четыре тоже было. Да? Было двадцать четыре, потом было двадцать семь, и так далее пошло до девяносто. И эта сумма оказалась равна тысяча триста девяносто пять. Но теперь смотрите. Могу ли я... Тут должно быть тридцать чисел. Могу ли я теперь взять какое-то число и заменить его на красное? Причем на какое красное? Например, на двадцать четыре. То есть я сейчас что сделаю? Я возьму зеленое число двадцать семь и заменю его на красное двадцать четыре. А после этого у меня все так же и пойдет. То есть вот тут было двадцать семь, я убрал. А после этого опять тридцать, тридцать три и так далее до девяносто. Почему я могу так сделать? Значит, смотрим. У меня теперь появилось два одинаковых числа. Но нам в задаче было сказано. Там было специальное замечание, что между зелеными и красными одинаковые могут быть. Вот они одинаковые. Мы ничего не нарушили. Но в свою очередь, среди зеленых чисел, все числа до сих пор разные. То есть проблем нет. И всего лишь одно красное число. То есть вот этот набор из тридцати чисел вполне мог быть написан на доске. Все условия соблюдены. Все зеленые числа делятся на три, а все красные числа делятся на восемь. Да? А теперь давайте посмотрим на сумму этих чисел. Насколько я уменьшил сумму этих чисел. Если мы все эти числа будем складывать. То вот в этом месте, то есть все слагаемые остались такими же, только одно слагаемое на сколько уменьшилось? Было слагаемое 27, а стало 24. Оно уменьшилось на 3. Значит и вся сумма уменьшилась на 3 минус 3 и стала равна 1392. Соответственно, нас спрашивали, могло ли такое быть, что на доске записаны только числа кратные 3, а сумма меньше, чем вот это число. Ответ? Да, могло. Я привел пример таких чисел, удовлетворяющих условию задачи, и их сумма меньше, чем 1395 и равна на 1392. Еще раз, за счет чего? За счет того, что я впилил в этот набор красное число вместо зеленого. И красное взял меньше, чем было написано зеленое, а смог я так сделать. Потому что я выберу такое число, которое делится одновременно и на 3, и на 8. И за счет того, что оно делится на 8, я смог назвать его красным. А между красными и зелеными могут быть одинаковые. Вот почему я смог поставить число меньше, а не пойти опять вперед и делать вот такую большую сумму. Собственно, вот такой вот пункт. И понятно, что всех моих рассуждений, например, в оформлении этой задачи на ЕГЭ писать не нужно. То есть я объясняю таким образом, чтобы ваша голова научилась правильно мыслить и находить эти решения. Правильно рассуждать. Также вот показываю, какие типичные ошибки могут быть, как можно неправильно воспринять условия задачи. На ЕГЭ в пункте А достаточно будет сказать следующее, что ответ да, такое может быть. Привести пример вот из такого количества чисел, да, там троеточие так можно и оставить, просто написать, что здесь дальше идут числа, делящиеся на 3 до 90. Просто перевести пример, посчитать его сумму и сказать, что сумма, вот, она меньше, чем 1395, все зеленые числа делятся на 3, и они все различны, и одно красное число делится на 8. Все, точка. Этого будет достаточно. То есть просто приводите вот такой прям пример и пишите словами, там, вам предложение, почему этот пример удовлетворяет условия задачи. Все, никаких больше объяснений. Но вопрос-то ведь в том, как вы его будете придумывать. Соответственно, вот все, что я рассказал, это те подсобные рассуждения, которые помогут правильно понять условия и прийти к верному решению этого пункта А. Итак, теперь пункт Б. В пункте Б спрашивается, может ли на доске быть записано ровно одно красное число, и сумма всех чисел будет 1066. Я так и записал-то. Если у нас ровно одно красное число, то зеленых будет 29. То есть вот это одно красное плюс 29 зеленых и общая сумма 1066. Я бы опять отталкивался от начального условия задачи и от той суммы 1395. Почему? Потому что вот эта сумма 1395, она нам прямо разложена на сумму чисел, которые делятся на 3. Ну то есть, вот смотрим, 3 это самое маленькое зеленое число, да, потому что зеленое должно делиться на 3. После него 6. Следующее за ним самое маленькое зеленое число. Вот. И так далее эта сумма, если ее продолжить, значится до 90, да, то есть взять 30 зеленых чисел, например, то тогда получится вот такая сумма. Причем эта сумма будет минимальной суммой 30 зеленых чисел. Абсолютно точно, да, потому что если мы точно знаем, что эти 30 чисел зеленые, то это минимальная сумма. Да? Не путайтесь с пунктом А. Там мы не знали и там не обязаны все числа были быть зелеными. Здесь тоже 30 чисел не обязаны быть зелеными. Здесь только 29 чисел, конкретно нам сказали, обязаны быть зелеными. То есть в пункте А нам вообще никто не говорил про какого цвета числа. Мы сами решали. Нам наоборот там сказали, что просто числа должны делиться на 3. А вот цвет мы выбирали сами. Это и позволило нам привести пример. А здесь нам же четко говорят, друзья, будьте любезны, 29 зеленых, одно красное. Но тогда мы вправе с вами сказать, сказать, что возьмем и посмотрим, какая будет минимальная сумма 29 зеленых чисел. Но это легко сделать. Это первое самое маленькое зеленое. Это второе по величине зеленое число. Двигаемся так до... Вот 90 нам не надо, почему? Потому что вот, 90 это 30 по величине зеленое число. А нам нужно только 29. Поэтому если мы вот это слагаем и уберем, и пойдем только до 87, то мы получим как раз 29 самых маленьких зеленых чисел. Ну а тогда их сумма будет чему равна? У нас было 1395. И мы убрали слагаемое, которое равно 90, минус 90. Это у нас получается 1305. Вывод, что сумма минимальная 29 зеленых чисел равна вот этому. Но тогда к этой сумме мы должны прибавить еще одно красное число. Одно какое-то красное число. И итоговая сумма должна стать... 1066. Ну, отсюда вывод, что красное число должно быть меньше нуля. Ну, а это противоречит условию задачи. Все. В этом случае пункт B... Ну, не в этом случае, а в этой задаче пункт B был не очень сложно реально. Если вы очень хорошо разобрались с пунктом A, то доказать, что в пункте B это невозможно, ну, то есть, что не может быть сумма равна 1066, не очень сложно. Причем, внимательно всегда читайте условия и выуживайте оттуда информацию. Вот это вот разложение, которое нам дали для 1395 в самом начале, это вот прям намек на то, что нужно рассматривать минимальные суммы будет в этой задаче. Мы, воспользоваться этим намеком, это и сделали. Еще раз. Вот это самая маленькая сумма 29 зеленых чисел, и она уже больше, чем 1066. Поэтому, если мы прибавляем еще одно красное, то красное должно быть отрицательным. А это противоречит условию задачи. Приступаем к пункту B. Тоже уже, если поняли пункт A и B, пункт B очень приятный, особенно на 2 балла, то есть, это на самом деле, здесь не нужно придумывать новую идею в этой задаче, нужно просто дальше расшить идею пункта B. Значит, давайте еще раз, в чем была идея пункта B. Мы взяли 1395. А, ну, да, там, надеюсь, вы прочитали условия пункта B. Значит, оно спрашивает следующее. Какое минимальное количество красных чисел может быть в наборе из 30 чисел, да? Чтобы общая сумма была равна 1066. То есть, в пункте B нас спросили, может ли там быть ровно одно красное, а все остальные зеленые, и сумма 1066. Мы доказали, что не может. А теперь спрашивают, а сколько минимально до красных нужно, чтобы получилось 1066. Вот. Мы взяли вот такой набор с вами. Опять-таки, да, пользуемся тем, что нам подсказали. Вот такой вот набор, и так далее, до 90. Вот. Это минимальная сумма 30 зеленых чисел. Абсолютно точно. Вот. И она вот такая. 1395. А нам нужно 1066. Это значит, что мы должны убирать зеленые числа отсюда, и прибавлять маленькие красные числа, делящиеся на 8, чтобы как-то уменьшать эту сумму. Да? Вот в чем идея. Мы до этого, как доказали в пункте B, что это невозможно? Мы убрали 30 число зеленое, потому что нам нужно было 29 зеленых чисел, и показали, что все равно, даже сумма 29 зеленых чисел, самых маленьких, заведомо больше, чем вот это. И поэтому это не подходит. Соответственно, это мы даже рассматривать не будем, да? с 90, потому что мы доказали, что одного красного числа быть не может. Теперь будем по порядку перебирать. Может ли быть два красного числа? Давайте смотреть. Если красного числа 2, то у нас зеленых 28, и все это дело заканчивается на 84. Ну, давайте, я буду выкидывать числа. То есть я выкинул 90 зеленое, я выкинул 87 зеленое. Вот у меня получилась минимальная сумма из 28 зеленых чисел. Ну, давайте опять-таки сразу ее посчитать. Это у нас 1395, мы убрали два слага, минус 90 и минус 87. Минус 90 у нас останется 1305, вот, и минус 87 у нас будет 1218. Так. Итого все стираем 1218. И это только сумма, а минимальная 28 зеленых чисел. То есть к этому числу еще потом прибавится два красных числа. Но это 100% больше, чем вот это, поэтому двух красных чисел быть не может. Продолжаем дальше. может ли быть три красных числа? Если красных чисел три, то зеленых 27, да? Значит, можно убрать самое большое зеленое число, которое осталось, это 84, да? Тут будет на 81, тогда. Ну, тогда и сумма уменьшится на 84. 1218 минус 84, это у нас будет 1134. 1134. Так, еще раз, да, сакцентирую внимание, почему мы убираем самые большие числа? Мы хотим, чтобы красных было наименьшее количество, поэтому мы хотим как можно скорее вот эту сумму уменьшить вот до этого состояния, да? Потому что пока что даже сумма зеленых без красных все время больше, чем вот это число. Это значит, что если мы еще и красный добавим, то так совсем она большая будет. Поэтому мы всеми силами убираем самые большие зеленые числа, будем добавлять самые маленькие красные, чтобы сумма вот такой могла стать и не была очень большой. Соответственно, это тоже не подходит, это тоже точно больше, чем 1066. Вот. Значит, три красных быть не может. Убираем следующее зеленое число, самое большое, 81. Здесь у нас уже будет 78. То есть у нас 26 зеленых и 4 красных. Отсюда убираем 81. 1134 минус 81. Это у нас будет 1053. Вот. но что заметим, теперь наконец-то мы получили то, что нам нужно. То есть у нас сумма зеленых чисел 26 штук хотя бы наконец-то стала меньше, чем 1066. Это еще не все. Это не значит, что все получится. Но уже хотя бы с зелеными числами противоречий нет. Но дальше-то нам нужно добавить еще к этим числам как минимум 4 самых маленьких красных. А 4 самых маленьких красных это какие? Красный делится на 8. Поэтому это плюс 8, плюс 16, плюс 24, и плюс 32. Ну и все, собственно, да? Понятно, что 16 плюс 24 это 40. Прибавляем сюда, получается 1093, и это уже точно больше, чем вот это. Опять противоречия. Но в любом случае давайте посчитаем сколько точно получается, чтобы потом уже знать какие красные числа мы прибавляем. Здесь у нас 40, здесь у нас 40. То есть сумма самых маленьких 4 красных чисел равна 80. Здесь у нас сумма получилась 1133. Она не подходит, потому что это больше, чем 1066. Значит, вывод 4 красных числа быть не может. Перебираем дальше. Ну, я говорю, если вы в состоянии сами сделали этот перебор, то проматывайте просто видео дальше и смотрите итог. Убираем дальше 78, самое большое зеленое число. Здесь остается 75. Значит, наша сумма теперь, теперь не будем каждый раз смотреться, наша сумма, давайте, что с ней происходит. Она уменьшается на 78, но к ней прибавляется какое следующее красное число? 40, да? Самое маленькое. Плюс 40. То есть, минус 78 плюс 40, это минус 38, и итоговая наша сумма получается 1095. 1095. Вот. Это опять больше, 1066. То есть, мы убрали опять самое большое зеленое и добавили самое маленькое красное по порядку. Все равно не проходит. Смотрим дальше. Убираем следующее самое большое зеленое число. 75. Выкидываем его, здесь остается 72. И добавляем следующее по величине красное число. Плюс 48. Значит, здесь у нас минус 75 и плюс 48. 1095 плюс 75 это 1020 и плюс 48 1068. Итак, вообще говоря, это как бы уже неплохо. то есть это все равно больше чем 1066 и тем самым мы доказали, что 6 красных чисел быть не может. Потому что только что мы все это убирали, убрали 6 зеленых чисел, самых больших добавили, 6 самых маленьких красных чисел и у нас пока что все равно не получилось. Пока что все равно противоречие налицо. Общая сумма чисел больше чем должна быть. Вот. Ну, так как это получилось уже что нужно, мы начинаем думать, ага, 6 красных быть не может, быть может, вот сейчас когда мы добавим 7 красное, все получится. Да? Поэтому давайте не будем уже наугад убирать самое большое зеленое и добавлять следующее красное, а уже подумаем, какое убирать зеленое и какое добавлять красное, чтобы в итоге эта сумма превратилась вот в такую. Ну, смотрим. Нам нужно убрать какое-то зеленое и добавить меньше, да? Это значит, что мы должны убрать какое-то зеленое, которое больше красного на 2. Смотрим. Красное добавлять я буду самое маленькое, например, 56. Но тогда убрать зеленое я должен чтобы оно было на 2 больше? 58. Но 58 не делится на 3, такого зеленого у нас нет. Понятно, да? То есть если я добавлю красное 56, то убрать зеленое я должен будет такой 58, чтобы 56 минус 58 минус 2, и эта сумма минус 2 превратилась в то, что нам надо. Но 58 не делится на 3, такого числа у нас зеленого нет. Поэтому 56 добавлять не буду. Беру следующее число, которое делится на 8, после 56. Это 64. Если я добавлю красное число седьмое 64, то какое зеленое я должен буду убрать, которое на 2 больше чем 64, а это 66. И ура, 66, число, которое делится на 3, и в этом наборе от 3 до 72, число 66 у меня где-то здесь имеется. Поэтому я сейчас уберу число 66, зеленое, вот оно будет седьмое, и добавлю седьмое красное 64. И тем самым получу итоговую сумму 1066. В итоге что произошло? Мы последовательно доказали, в пункте B доказали, что одного красного быть не может, в пункте B доказали, что не может быть 2, 3, 4, 5, 6, убирая все время самые большие зеленые числа и добавляя самые маленькие красные числа, дошли до того, что заподозрили, что для 7 это возможно, и финальное седьмое число добавили таким образом и убрали зеленое таким образом, чтобы итоговая сумма стала равна 1066. Соответственно, вот, самое простое, ну, то есть, самое простое оформление этой задачи, можете посмотреть на сайт школкова.нет в 19-м разделе и под теме задачи ЗГ прошлых лет. То есть, здесь я вам объяснял, понятное дело, мысли, как нужно рассуждать, да, вот, что мы берем и последовательно выкидываем, тут добавляем, выкидываем, добавляем. А вопрос оформления, чтобы это было легко проверить, проверяющим, да, и чтобы вы не писали там очень много текста, это вот, например, в виде таблицы, как мы сделали на сайте школкова.нет То есть, в табличке я просто оформил количество зеленых чисел, количество красных и общую сумму и прям подряд писал 29 зеленых, одно красное, минимальная сумма вот такая-то, то есть, брал самый маленький зеленый и красный, да, потом говорил 28 зеленых, два красных и вот таким образом все это дело там мы оформили, словами описали и это было очень удобно. Ну, собственно, вот, таблица на доске из решения, которое есть на сайте школкова.нет, да, и видно, что это довольно компактно и довольно понятно. То есть, выписаны зеленые, красные числа, сколько их, посчитана сумма, да, и показано, что она всегда больше, чем 1606. И к этой таблице комментариев буквально два предложения, то есть, типа, вот сделали такую таблицу, где мы считаем минимальную сумму зеленых и красных для разного количества, там, все, и это, ну, будет годно. Ну, вот, соответственно, вопросы по этой задаче, если не понятно, присылайте в комментариях к видео, заходите на сайт школкова.нет и решайте задачи 19-й из ЕГЭ прошлых лет. Мы будем двигаться дальше, будем разбирать все больше и больше 19-х задач, все пункты, и я буду также детально стараться вам объяснять, чтобы было понятно, что, откуда вообще берется, да, но если вы самостоятельно дома проделываете некоторую работу в виде прорешивания, например, всех пунктов А, да, тех задач, которые есть на сайте, это было бы очень круто, вы бы двигались быстрее. Все, всем пока!